Мы уже несколько лет, минимум пять, собираем наследие святого Климента Римского. Все какие-то свидетельства, прямые, косвенные, которые связаны с тем, как почитали здесь вообще святых на земле севастопольской. И, конечно, мы открывали выставки, посвященные апостолу Андрею Первозвану и священному ученику Клименту Римскому. Но святой князь Владимир – это очень знаковая фигура, очень важная фигура, потому что мы вышли за рамки. Она выходит за рамки Севастополя, и мы убедились, собирая материал о нем, что почитание на Руси его было. И было довольно велико, но вот документов, материалов, которые бы сохранили эти почитания, немного. Поэтому мы на этой выставке не только какие-то оригинальные экспонаты представляем, но и те, которые нам удалось добыть в музеях и архивах России. В основном это, конечно, музеи, изобразительные музеи, которые хранят такого рода коллекции. Таким образом, может быть, если правильно сконцентрировать мысль, то более точно ее сформулировать, то она заключается в том, что известна инициатива президента о создании Центра истории христианства. Это очень важный аспект, это фундаментальный аспект в развитии города, не только туристической его отрасли, вообще, как нам кажется, в развитии Севастополя. И вот, например, выставка, пусть она скромная, пусть она такая частная, но, тем не менее, это такой небольшой вклад в развитие вот этого проекта. Мы его еще не видели, мы его еще не ощущаем, мы не понимаем, что это будет и где это будет, но мы очень хотим, чтобы это быстрее как-то время подходило. Во-первых, мы готовы помочь. Хочу сказать, что всю эту коллекцию мы со временем обязательно, когда Центр истории христианства обретет какие-то формы, реальные очертания, мы всю эту коллекцию бескорыстно передадим в этот музейный центр. Интересно, безусловно, это открытки, где представлены Владимирские соборы в разных городах и два наших Владимирских собора. Открытки с самого начала 19 века, вернее, с самого начала 20 века, 1905-1914 год. Как выглядел Владимирский собор у нас на холме городском, и Владимирский собор у нас в Херсонесе еще в те времена выглядел. Ну, интереснейшая история, конечно же, это Десятинной церкви, той самой церкви, которой была построена первая каменная церковь, правда, византийскими мастерами при Владимире. Это церковь Успения Святой Богородицы, которую увидел Владимир, уже закончилась постройка, и он воскликнул. «И дарую тебе, Богородица, одну десятую всех своих доходов от городов и сел». Отсюда название Десятинных. А вот за мной, наверное, вы увидели, вообще я не могла оторваться, не потому что это цветная репродукция, а это диорама, которая была сделана в студии художника Грекова, и уникальнейшим художником, я просто влюбилась в этого художника, к сожалению, он рано ушел в 2014 году, это диорама, сделанная руками Рыженко. Это художник Рыженко на историческую тему, у него очень много работ. И вот эта диорама должна была быть, по сути, у нас в Херсонесе. Я думаю, наверное, все-таки власти или города, или всей страны приложат усилия, и эту диораму перенесут к нам сюда, в Херсонес, чтобы было доступно для всех людей. Данная выставка, она тем интересна, что она представляет со многих сторон плоды деятельности князя Владимира. Конечно же, можно сказать, о всех плодах сложно сейчас говорить, одна выставка, наверное, не раскроет их по всей полноте. Как некие, будем говорить, некие фрагменты, отсюда мы можем видеть. Конечно же, это и храмовое строительство, это и иконопись, это и память князя Владимира, это и издание литературных, так называемых, открыток, это литературных сюжетов на тематику крещения князя Владимира. И само строительство православных храмов, как с лучшим великовечением памяти святого, имя, которое связано, прежде всего, с нашей государственностью. Поэтому о каждом из фрагментов данной выставки можно говорить долго и по отдельности. Есть интересные очень моменты, которые действительно хотелось бы обострить внимание, и некоторые моменты можно, может быть, дать возможность осмыслить самостоятельно. И что мне еще нравится в этой выставке, здесь еще есть некая перспектива в будущее. Есть такой небольшой часть этой выставки, позволяющая нам осмысленно подойти и или реализовать, или не реализовать в вопросах увековечения, помил князя Владимира. Рядом с вами с литографиями, то, конечно же, говорит о литографиях, то можно увидеть, что литографии определяют, прежде всего, выбор князя Владимира христианской верой. Потому что князь Владимир подходил к образу веры очень осторожно и взвешивал все «за» и все «против». Нельзя сказать, что он делал это по какому-то определенному принципу. Он взвешивал. И мы здесь видим, с вами, что мы видим? Мы видим, что к нему приходили разные послы. Разные послы возвещали ему о разных верах. Здесь представлены и западные, здесь и византийцы, здесь и иудеи. Здесь есть все, по сути дела, основные религии, которые на тот момент существовали. И они принципиально показывают нам о том, что князь Владимир рассуждал, слушал. То есть это был не слепая какая-то выбор, это было целенаправленно.